В эфире телеканала Самара ГИС при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Скверное дело. На этот раз программу хочу посвятить тому большому скандалу, под знаком которого в Самаре прошла минувшая неделя, что разгорелся вокруг маленького участка земли в Кировском районе. Неподалеку от Колизея. Но то, что на карте занимает скромный гектар, в реальности для сотен местных жителей последний островок зелени в каменных городских джунглях. И потому битва за сквер, что на перекрестке Старо-Загора Димитрово, развернулась ожесточенная. На защиту вековых дубов здесь стали и млад, и стар. Я вот с этим мальчиком уже гуляю здесь, можно сказать, 4 года. У меня сейчас второй внук родился. Я не хочу куда-то здесь идти, когда здесь будет грязь, машины. Как говорится, это наверняка. Когда мы митинговали, тут женщина бабушка одна пришла и говорит, я здесь жила еще, когда была война. И здесь, говорит, здесь были бараки стояли, и вот не хватало, говорит, дров. И здесь вот в те времена сказали им, было давно распоряжение, что не вырубать эти дубы, пускай они сохраняются, пускай они живут. Для потомков. Для потомков, да. Войну не вырубили войну. А сейчас без какой-либо войны, пожалуйста, это все возможно. Мы обычно говорим, кошмарит бизнес, а вот на данный момент кошмарит народ. Мину замедленного действия здесь заложили еще предшественники нынешней городской власти, отдав эту территорию в аренду бизнесменам для строительства торгового центра. И вот в минувшую субботу она и сдетонировала. Прежде чем анализировать, причины предпосылки и возможные последствия начнут с хронологии. Суббота день. Эти фотографии сделали очевидцы. Неизвестные привозят сваи, алюминиевые листы и начинают сооружать забор. Работы не прекращаются и поздним вечером, несмотря на негодование местных жителей, снимающих на мобильной хронику боевых действий. Я могу на улице снимать, где хочу. Это я не могу на территории какой-то там специально снимать. Мы здесь живем. Мы здесь люди в районе живем. Мы должны где-то куда-то выходить, с детьми погулять. Торговых центров что ли мало. Вот один пустой стоит. Они так огородили. Здесь нужно 20 центров построить. Вскоре сюда приезжает полиция. Представители коммерсантов предъявляют документы, как впоследствии станет известно, устаревшие, а потому потерявшие юридическую силу. Нам же интересно, кто же это подписал, правильно? Фамилия этого человека. Кого нас на вилу поднимать. Хуже фашистов действовать, честное слово. Запятой в этом споре ставят сами жители, перегородившие дорогу тяжелой техники. Коммерсанты берут паузу. И уже в понедельник, как ни в чем не бывало, продолжают наводить тень на плетень. Ничего не планируется, просто для того, чтобы пресечь разного рода провокации о гаражевую территорию, в которой у нас находится. Причем две трети территории. И жестко пресекают попытки журналистов и прихожан местной церкви проникнуть на огороженную территорию. Ничего святого, впрочем. Уже на следующий день, когда в ситуацию вмешались городские власти, и на месте с ревизией побывали представители района администрации, охранники поубавили прыть. И предпочли держаться в стороне, когда вместе с защитниками сквера мы все-таки попали на огороженный участок. Вместе с активистами проводим ревизию деревьев. Пока все на месте. Но метки непонятно с какой целью поставили и на вековых дубах, и на тополях. А это смыло. Все под ноль подходит. Это кусты, да. Да все в ноль, естественно. Торговый цен. Радость эта будет прям великая. Магнит построен. Дуб срубил, весь рот погубил. Такая есть поговорка на всякий случай. У меня сосед спилил дуб. Ему 300 лет, наверное, этому дубу было. Он один у нас на даче торчал. 42 года, через 2 месяца умер. Ну, я его проклинала сильно. Я вот так посадил в букву «П» 20 штук возле забора. У меня не ездят машины. Посадил вот именно. Из 20 мне осталось 2. У меня ребенок уже в институте учится. То есть это было 12 лет назад. И он самый большой, вот один вот такой размер, один вот такого. Он себе один куражится, а сотни тысяч человек остаются без него. Что это за бизнес? Бизнес кошмарит. Да выгнать вообще отсюда надо за это. Бизнес кошмарит. Зачем бизнесу создавать такой негативный себе фонд? Ведь создается общий информационный фонд вокруг компании, который занимается такого рода противостоянием с жителями. Противостояние бизнесменов и жителей впервые началось почти 2 года назад, когда фирма «Тандер» и ей принадлежит сеть магазинов «Магнит» приступила к активным действиям. Еще ранее этот участок арендовала ООО «Орлана». Затем эта контора передала свои права ритейлеру, который собрался строить очередной гипермаркет. Ну, конечно, кто же еще накормит голодающих по Волжье? Тогда, вспоминают местные жители, прежде чем коммерсантов заставили отступить, они все же успели здесь основательно напакостить. Вот они, все вот эти деревья, вот все вот эти срубленные были. Вот вот эти все деревья. И заново выросли за эти 2 года, да? Вот за 2 года они так быстро выросли. Мы даже удивляемся, я говорю, как они быстро поднялись. Здесь земля-то, наверное, намольная, постоянно здесь вот. Не зря же здесь поставили вот эту церковь, потому что здесь кто-то когда-то какую-то иконку нашел, вот на этом дереве, на дубе. И потом сразу сюда поставили. Здесь вот сюда приходишь, удовольствие получаешь от того, что от атмосферы вот от этого. И тут это какой-то магнит. Да он вообще зачем сдался этот магнит? Тем более с другой, с другого города. Это же Краснодарский край. А им что? Им что надо-то? Они здесь не живут. Мы бились, бились за этих дубов, бились за все. И вдруг опять погибли. Куда мы только не писали. Ну, слава богу, что мы на самом деле хоть на 2 года все-таки отстояли. Да, абсолютно. Мы были рады, что вот хорошо все наконец-то закончилось. Оказывается, только начинается. Причем в наступление бизнесмены пошли тогда, когда потеряли все права на землю. Перед областным минстроем они накопили долг за аренду. Почти 9 миллионов рублей. И ведомство расторгло договор с коммерсантами. Это решение сейчас оспаривается в арбитражном суде, что, впрочем, по мнению экспертов, не дает право заутандер хозяйничать на потерянной для них земле. Впрочем, это, судя по всему, как раз тот самый случай, когда наглость старует счастье. Именно поэтому магнит торопится застолбить участок, начать работы, для того, чтобы потом сказать, видите, мы уже деньги вложили, или возвращайте нам деньги, или продлевайте аренду. Это, к сожалению, классическая практика у застройщиков. Магнит в большинстве случаев ведет себя агрессивно. Есть многие другие ритейлеры, которые более социально ориентированы и аккуратнее относятся к правам людей. До сих пор в нашей практике магнит двигаться не пытается. Он пытается, как кабан, переть на пролом. Тем самым они показывают силу свою, что вот мы что хотим, то и делаем. Где вот сбой системы происходит? То есть люди делают это незаконно, понимают, что они делают незаконно. Почему это делают? Потому что понимают, что им ничего за это не будет. Да, скорее всего, это от беззаказанности. Как говорится, прибыль превыше всего, но честь превыше прибыли. А прибыль превыше чести. Вот они сейчас, те предприниматели заутендеры, решили, что для них это главные деньги. Тем более, они не снащили Самарского региона, что им тут. Они тут нагадили, прибыль какую-то сняли и уехали. Несомненно, уголовная и административная ответственность в этом надо разбираться. Но разбираться, знаете, не больше 10 дней. То есть дальше тянуть нельзя. Здесь юридически каких-то спортов и коллизий нет. Почему? Потому что нет права. Если нет права занимать тот или иной участок земли, то нужно поспать так, как поспали фактически с океосскими предпринимателями, установленными незаконно. Это надо просто сносить. Этот забор надо рассматривать как определенный набор строительного мусора, упорядоченный некоторым образом, который был установлен. Поэтому я считаю, что здесь нет вопросов. Здесь надо просто брать и делать. С такой оценкой экспертов, согласно и городской власти, мэр Дмитрий Азаров о ситуации высказался категорично, сквир нужно сохранить. Сегодня Иван Александрович был там с проверкой. Ни одного дерева, по моей информации, не снесено. Но забор ограждения действительно пыталась одна строительная компания поставить. Фактически самозахватом. Наглая выходка, выходной день, как принято без объявления войны, когда враги нападают. Поставим на место, и хочу вам сказать, что там действительно когда-то, для тех, кого вопрос интересует, отводился участок для строительства торгового центра. Мы этот договор расторгли. Сегодня нет таких обязательств перед этим бизнесом размещать там торговый центр. Мы хотим сохранить там зеленую зону. Забор обещали убрать в ближайшие дни, но жители все равно на чеку патрулируют территорию практически круглосуточно. Если что, готовы помочь в демонтаже ограждения. Тем более, что опыты в них уже есть. Мы иногда забываем, что такое камень в руках пролетариата. Благо, что у нас народ помнит об этом. А мне бы не хотелось, чтобы мы доходили до крайних мер. Я сейчас хочу предупредить предпринимателей из Аутендера и фирмы Альфилирован. Не нужно так поступать. Нельзя так с народом делать. Ибо вы против своего народа совершаете преступление. Если вы помните, два года назад здесь мужики сами возмутились. Сломали забор, застощили. Если народ поднимется, мне на дачу тоже нужно несколько столбов. Мы не разбирали забор. Просто активные товарищи его свалили. Мы готовы на любые, собственно, меры. Да, остался. Да, чтобы отстоять этот кусок земли в плане для сохранения его как парк. Потому что, ну простите, это единственный, это скверик, даже не парк. Это маленький, небольшой скверик, да, который мы можем сохранить для своих детей, там, потомков. Вы не представляете, как красиво здесь весной, летом здесь все цветет, здесь трава. Здесь просто замечательно. Интересно, войну сохранили, а мы сейчас никак не можем этого сделать. Нам даже позор получается. Позорники. Оно сам факт, что во дворах-то деревья сами себе вымирают. Деревья сажали, какие там, ну по 30 лет, 40 лет. Они в аренду с вами пилят. Да, и все, штанта нету, там деревья не уходит. Эту зелень убивают, все, они голые районы становятся. Не для этого. Люди, когда в свое время планировали строительство, думали, дорогу обводили, чтобы дуб не сносить. А тут, на, пришел, спилил, 300 лет рост. Да, такое дерево невосполнимое. Взять Европу, если стоит дуб во Франции, планируют все, а дуба вокруг строят. А не дуб спилить, на нем что-то вместе построить. Там цивилизация. А у нас, я тоже хочу жить цивилизацией. Чинонька Русь, все-таки. Мы когда, как раз пришел Азаров в то время. Мы на него очень большое возлагали. И на самом деле, пока вот это время, я думаю, благодаря все-таки позиции именно Азарова, благодаря, администрация района вообще, они никто. Администрация района не работает. Вообще никак. А вот благодаря позиции Азарова мы все-таки вот эту территорию отстояли. Коммунисты нам предлагали пикетировать, да? Я понял, мы сделаем пикет. Около администрации. Но мы все как бы не стали пикет и перекрывать этих дорог. Мы все-таки на власти. На власти надеялись. На власти надеялись. На власти нам помогут. Очень хочется рассчитывать на счастливый финал, на то, что коммерсантов-дровосеков все-таки заставят зарыть топор войны. И дубовая роща, которая имеет статус рекреационной зоны, перестанет притягивать, как магнит, зарвавшихся бизнесменов. Ну и напоследок ремарка об еще одном скверном деле. Неприятная история случилась и в Яблоневом сквере, что на плевом спуске. Только атаковали его не с целью наживы, а просто так, чтобы покуражиться. Плевок на все благие начинания. В ночь на четверг вандалы изгадили тротуарную плитку в сквере. По сути, почти всю пешеходную часть. Причем самое обидное то, что здесь только навели порядок. Яблоневый сквер готовили к открытию. Установили новые скамейки, урны, пандусы, положили тротуарную плитку. Ну и кому-то эта красота, видимо, поперек горлов стала. Но не от большого ума так пакостят. Сейчас эти каракули, конечно, уже ликвидировали, но где гарантия, что они не появятся снова? Городские службы благоустройства рассчитывают на неравнодушие горожан. Вот, пожалуйста, фотографируйте на фотографии вот таких хулиганов. Давайте эти своевременно фотографии с этими людьми в администрацию города, в милицию, в прокуратуру, чтобы мы, в полицию, чтобы мы их привлекали к ответственности. Чтобы мы прекрасно понимали, что все люди, которые сегодня, хулиганы, которые принимают такие меры, они привлекались к ответственности. И под ними земля горела. К совести вандалов завод бессмысленно. Но вот если и впрямь поймают за руку, тогда и разговор будет совсем иной. И другим наука. Так что не проходите мимо. Ну а на сегодня у меня все. Удачи вам. Увидимся.